Сегодняшний семинар Безден согласился провести Юрий Никольский Он закончил биопатную БУ Защитился И уехал работать в университете Чикаго Если я не ошибаюсь Постноуга Там он закончил бизнес-школу А потом работал в биотек-компаниях в Калифорнии Сам основал несколько Ну и хорошо с нами как одного из лидеров проекта Джин Гром А теперь он директор по науке Кластера биологических и медицинских технологий СКОЛК Все, передаю вам слово Игорь Дмитриевич, пожалуйста Спасибо Спасибо большое, что пришли Спасибо большое, что пришли послушать сегодня Я действительно сейчас работаю последние несколько месяцев в Сколково Директором по науке в кластере БМТ До сегодня я хотел бы рассказать про нашу компанию Джинго Которая находилась здесь, в Москве В течение 10 лет Как оказалось, довольно много людей про нее еще помнят и знают И я бы хотел просто поделиться своим опытом Как мы это все сделали, как продали И нашими ошибками, которые мы совершили Это, наверное, самое важное Также у меня есть несколько слайдов Ну, собственно, про, наверное, современную экономику Про выходы, куда деваются стартапы сейчас И в конце, наверное, один слайд, который объясняет, при чем тут все сколково Ну, немножко Про Джинго сначала Да, про Джинго я сначала расскажу, кто мы такие и чем мы занимались Я так понимаю, что у большинства из вас есть некое биологическое образование Вот, и я думаю, что стоит показать несколько слайдов Потом я расскажу, собственно, про историю Да, пожалуйста, конечно Конечно Компания Джинго Так называя self-made компания Занимались мы биоинформатикой, системной биологией В общем, все, что можно сделать dry lab на компьютере Денег у нас не было Начать вообще нисколько, я расскажу немножко подробнее про эту историю Время было тоже, как бы, неправильное Начало 2000 года У нас был офис в Москве довольно долго В трех местах Последнее в Эйгене Также в Сан-Диего и Сан-Джозеф в штате Мичиган, где мы начинали У нас не было никогда инвесторов Но был некий грант 250 тысяч долларов от штата Мичиган, где компания начиналась И дальше нам удалось взять довольно большой долг Тоже в штате Мичиган Когда Каждый штат получил сколько-то денег от табачных компаний За вред нанесенный И разные штаты по-разному его употребили Штат Мичиган решил пустить деньги на биотехнологии В течение ровно одного года Эти деньги можно было получить Мы взяли их в долг и все заплатили под 7% Нам удавалось сводить концы с концами В общем, каждый год Мы не зарабатывали особо много денег Все, что зарабатывали, пускали обратно в производство Ну, в общем, удалось в течение 10 лет прожить без потерь Опять же, мы занимались в основном Драй-биологией Сначала эти были продукты И большая база данных Которые писались скрипты И был софт, который позволял это использовать В последние годы Особенно последние пару лет В жизни Джинга и пост-Джинга Мы занимались сервисами Конституционные сервисы Большим фармацевтическим компаниям Про них я тоже немного расскажу И в момент продажи у нас были продажи Сейлс, обороты около 11 миллионов долларов Ну и дальше уже началась не наша история Немного другая Что мы делали? Довольно необычную вещь У нас сидела команда в основном биологов Биологов и врачей Которые читали журналы Очень много журналов Примерно 300 тысяч 400 тысяч всего В течение многих-многих лет Почти 10 лет И потом в определенных форматах Эти данные, которые прочитывались в журналы Аннотировались в такие большие таблицы Орковые таблицы И дальше мы это дело использовали Для анализа так называемых То, что называется сейчас big data В биологии В начале 2000-х годов Появилось довольно много Микроареев, микрочипов На них люди исследовали экспрессию Потом началось генотипирование Все это нужно было как-то проработать И объяснить биологически Вот для этого использовалась наша база данных Ее можно было использовать Как в виде продуктов Вот тут справа перечислено несколько из них Самый успешный был Metacore Я думаю некоторые из вас знают Как он выглядит Загружается туда файл Нажимается пара кнопок В общем и можно написать статью Сейчас Может быть не очень А тогда вполне это было популярно Кроме того Базу данных можно было использовать Через скрипты Свои собственные скрипты Или наши R-скрипты Или MATLAB-скрипты Для анализа данных Уже в больших фармацевтических компаниях База данных Которую нам удалось собрать Была вполне уникальная Больше таких в мире Пожалуй не было Может быть еще парочка Но они были не настолько чистые И это было показано В разных исследованиях Несколько тех Которые проводились Независимыми учеными Также их ценили Фармацевтические компании Вот пожалуй Наиболее удачная И успешная компания Из большой фармы Навартис швейцарский У них были все базы данных Нашу они ценили больше всего Как это работало? Я не буду показывать много слайдов Буквально несколько Чтобы вы знали Чем мы занимались Это основная догма биологии От ДНК Через РНК Белок И метаболические реакции Что происходит В каждой из этих реакций Всего генов Как вы знаете Много Больше 20 тысяч Они измеряются Разными Хайсропут Эссеями Получаются Такие большие Сеты данных С ними надо что-то делать Вот И каждая реакция Каждая Скажем Точка На Этем дата сете Она Соотносится с одним Скажем Белком Вот И этот белок Соединяется с кучей других белков Через белковые интеракции Белковые интеракции Не просто так Они соединены через пути Нетворки И модули Вот И во всем этом В принципе Можно разобраться Если есть хорошая база И хорошие алгоритмы Ну собственно Мы этим и занимались И это сервисы Которые мы продавали Это можно примерно сравнить То что мы делали С алгоритмами С GPS Есть разные способы Добраться из точки А В точку Б В данном случае На востоке Соединенных Штатов Ну вот Если ехать из Москвы В Санкт-Петербург Например Тоже есть разные способы Вот Но однако Люди Они ездят случайным образом Используют дороги Используют хайвей Шоссе Когда они есть И примерно то же самое Мы делали с интеракциями Их очень много Больше чем миллион Вот Но тем не менее По пути Строятся по определенным Неким законам Некоторые реальные Некоторые придуманные В общем Смесь пополам Этим были известны Сервисы Которые мы делали Применялись В общем Через всю Пайплайн Трубу Драг дискавери От начала Определения Таргетов Мишеней Белковых До Соответственно Клинических Испытаний И для Мониторинга Лекарств После того Как они выходят На рынок Я здесь Привел просто Несколько Случаев Реальных Проектов И денег Которые мы Зарабатывали На них Которые Собственно Наши проекты Идентификация Мишеней Последние годы Стало очень популярно Репозиционирование Лекарств Это когда берутся Лекарства Например Для малярии Используются Для определенных Типов рака И если Знать В общем Биологию Которая За этим Находится И Патологические Пути Которые Шарятся Делятся Между разными Болезнями Это можно Употреблять Ну и Довольно Большой Сет Проектов У нас Был По Поиску Биомаркеров Для Лекарств Известно Что лекарства Не работают На большинстве Пациентов И очень важно Определить Тех На которых Они работают Это пожалуй Все Что я хотел сказать Про нашу Технологию И про то Что мы делали Дальше Будет скорее История И Какие-то Бизнес Имплементации Начало Одна из первых Статей В системной Биологии Которая Возбудила Много Кого В Штатах В общем С нее Во многом Я считаю Начался Сегмент Системной Биологии И Анализа Нетворков Ли Хартфелл Нобелевский Луряд Показал Что В общем Всю большую Биологию Можно разделять На более Маленькие Модули И эти модули Более-менее Соответствуют Биологическим Путям То есть Появилась Какая-то База Для того Чтобы Это Структурировать Другое Имя Одно из Самых Известных Наверное В биологии В современной Биомедицине Ли Хут Из Института Системной Биологии Он В общем Легендарный Человек Изобрел Первый Автоматический Секвенатор Также Считается Отцом Системной Биологии Если Говорить Немного Конкретнее Про Корни Вот Чисто Джинга Пожалуй Все началось От Такого Профессора Евгения Очень известный Биохимик Его Первая Карьера В течение Многих Лет Была В Пущино Где У него Была Большая Лаборатория Изучающая Биохимические Реакции Собственно Он Один Из Самых Больших Знатоков Метаболизма Вообще Всего От Бактерий До Человека Потом Он Долго Работал В Германии В Англии В конце Концов Оказался В Аргоне В Чикаго Где Собственно Мы С ним Познакомились Если Вы Знаете Немножко Эту Область Биологии Вы Может Слышали Про Такую Базу Данных Путей КЕК Компанию Джиноматика И Базу Экосис Но Если Не Слышали Неважно В общем Он Положил Начало Довольно Большому Количеству Разработок Американских Английских Европейских Японских КЕК Которые Очень Известны В Этой Области В то же время Примерно Это начало 2000-х 1999-й год Был такой Ученый Крэг Вентер Тоже Очень Известное Имя Сейчас В биологии Человек Который Известен Тем Что Первый Вместе С ННХ Просеквенировал Человеческий Геном Свой Собственный В 1998-м Году А в те Времена Когда-то Он Занимался Таким Называемым Express Sequence Tax То есть Он Брал Гены Секвенировал И Определял У них Биохимию Ну Более-менее Аннотировал И Татьяна Никольская В то время Моя жена Она Немножко Поработала С Евгением Силковым Над Такими EST Express Sequence Tech Занималась Она В те Времена Они Доланс Дрожой Был Такой Гриб Aspergillus Nirlands У которого Появились EST И она Собирала Первую Биохимическую Схему Путей Для Этого Гриба В те Времена Системная Биология Биохимия Касались В основном E. coli Маленького Микроба И никто Не думал Что можно Этим Заниматься На больших Микроорганизмах Это было Много лет Назад 99 Год И Татьяна Решила Что если Уж браться За что-то То за человека Она реально Была первая В мире Кто стал Пытаться Собирать Биохимические Реакции Человека Из вот этих Express Sequence Text Тогда еще Генома Как такового Не было И просто Собирать Статьи Из литературы Как оказалось Это положило Начало Вот этой Уникальной Базе данных Которую Так до сих пор Никто Не смог Повторить Все началось В очень неправильном Месте И времени Это был 2000 год Начало Когда она Основала Компанию И это была Такая деревня На берегу Озера Мичиган 40 минут От Чикаго Называлась Новген Дюнс Деревня В общем Хороша Но совершенно Не место Ни для какой Биологии И в 2000 году Биоинформатика Называлась Би Ворд Никто из инвесторов И близко Не положил Никаких денег Поскольку Это произошло После Крэша Насдака В 2000 году Значит История Компания Началась Реально В 2000 В 2001 году Татьяна Приехала сюда Нужно было Что-то делать Самой одной Базу данных Не соберешь Вот И Она взяла Сколько-то денег Из того Что у нас было И Открыла Первый офис Две комнаты На Ленинском В институте Морфологии Экологии Животных С Александром Марковым Моим Однокурсником В те времена Сейчас он заведует Кафедрой Дарвинизма В МГУ Оказалось Что это очень Правильно Потому что В те времена Можно было В России Найти Программистов Которые работали За 500 долларов В месяц Биологии Еще меньше Жизнь была Совершенно другая И пожалуй Такого уровня Программистов И биологов Нельзя было найти Нигде в мире Уж тем более В Америке Ну и Наш первый Татьяне Первый проект Я тогда был В другой компании Собственно Был на Реконструкцию Биохимии В зависимости От алкоголя От одного Из очень известных Российских Предпринимателей В то время С этого Собственно Все началось В 2002 году Произошло Очень знаменательное Событие Татьяне Присоединилась Джули Брайант Которая Живет В Сан-Диего И она Стала заниматься Продажами Джулия Это довольно Уникальный Интересный Человек Одна из лучших Продавцов Наверное В биомедицине Особенно В биоинформатике Известна Очень хорошо В почти Всех Биоинформатических Компаниях Биологических Компаниях И фармакомпаниях Джулия Брайант Она англичанка И Как известно Во многих Фармакомпаниях Ведущие Как бы Посты Довольно Часто Директорские Посты Которые Значимы Занимают Именно Англичане У них Вот такая Ниша Как-то еще Остаток Я считаю От Британской Империи У них Это очень Здорово Получается Вот И во многом Англичане Используют Свою Вот этот Network Для установления Контактов Конечно Не только Они Но это Было Достаточно Важно Особенно Сначала И Джулия Поверила Татьяне Что за этим Стоит Будущее Хотя Тогда Не было Ни денег Ничего Каких-то Несколько Человек В России В Москве Но тем Не менее Оказалось Что это Было Как раз Для нее Очень Правильное Место И как Я уже Говорил В 2003 Году Мы Получили Долг От Штата Мичиган По-моему Были Единственная Компания Которая Этот долг До конца Заплатила С Биотехнологией В Мичигане Не очень Пошло По Разным Причинам Которые Тоже Интересны И я Тогда Присоединился Как Сео До Этого Я работал В компании Кемдиф Кемдиф Это Если вы Знаете Компанию Химрар В химках Это Вот Тогда Это Было Такое Американское Отделение Сеаро Которое Занималось Химией Я Немножко Про Них Расскажу Позднее Тоже У нас Появился В 2003 Году Уже Первый Продукт База Была Небольшая Но Достаточно Была Критическая Масса Интеракций Которой Хватало Для того Чтобы Образовать Маленькие Нетворки И делать Первоначальный Анализ Вот этих Big Data Которое Тогда Уже Перелилось В большом Количестве И никто Не знал Что с ними Делать И Мерк Был Наш Первый Кастомер Это Чисто Заслуга Джули Брайант Которая Убедила В том Что Этим Стоит Заниматься Это Джули С Татьяной Которые Собственно И начали Эту Компанию Немножко Дальше 2004 Год В 2004 Году Я уже Знал Немного Про То Как Что Нужно Делать В Маленьких Стартапах Вот Я решил Что Нужно Писать Сбир Гранты Сбир Если Вы Не Знаете Такая Американская Программа Для Маленьких Бизнесов Технологии Называется Small Business Innovative Research Гранты Она Издается NSF NIH DVD И так далее Наше Агентство Было NIH И мы Написали Первый Грант Собственно Использование Вот этой Системы Для Немножко Другой Аппликации Для Предсказания Биологических Эффектов Новых Лекарств Новых Молекул Маленьких Исходя Чисто Из Их Формулы И В 2004 Году Удалось Закончить Первую Реконструкцию Человеческого Метаболизма Работу Которую Начала Татьяна И которая Нам очень Здорово Помогла И с Предсказаниями Мишеней Для лекарств Эффектов Лекарств И с Анализом Данных Что всем Тогда было Нужно Тогда же У нас Начались Продажи В Европе В следующем Году Я продолжил Заниматься Грантами Не я один Тогда у нас Уже появились Ученые То есть У нас Завелась Какая-то Наука И у меня Появилась Своя Территория Продаж Я продавал В Японии В течение Многих лет Работал там Дистрибьюторами Потом на Тайване И в Китае В течение Многих лет В общем Азия Была Частью Моей Как бы Задачи Продажи Там Это Фотография Одна из Первых Поездок В Азию 2005 год У нас Были Коллабораторы Из Тайваня Наши Дистрибьюторы И тогда Мы поехали Первый раз Продавать В Китай И на Тайвань Значит Следующая Часть истории В 2006 Году Мы получили Довольно Большой Грант От NCI Это Американский Институт Рака Часть NIH И он Был Направлен На Системное Изучение Болезней В те времена Это было Как бы Новое Направление Сейчас Оно Не новое Сейчас В общем Считается Что К любой Болезни Должен быть Такой Систематический Подход И Нужно По-хорошему Изучать Ее механизмы Но это Связано Как бы С Развитием Фармацевтической Промышленности И их отношение К своему Собственному Развитию Лекарства И производству Лекарств Я еще покажу Несколько слайдов Потому что Это важно Как именно Применять Такой системный Подход К болезням В следующем В следующем году У нас Были Довольно Интересные Публикации Это Кстати Часть Того Чем Я занимался И что Было Очень важно В такого Типа Компаниях Которые Очень Наукоемкие Которые Серо По своей Сути Важно Показать Что Ты знаешь О чем Говоришь Важно Заниматься Наукой Вот И нам Удалось Работать С Очень Хорошими Коллабораторами Из Гарварда Из Публиковали Несколько Участвовали В анализе Данных Нескольких Очень Таких Важных Статей На которые Много Ссылаются Нам Это Очень Помогло С Маркетингом Своих Денег У нас Особо Не было Поскольку Не было Инвесторов Нам Приходилось Быть Довольно Изобретательными И Мы Завершили Первую Часть Программы По реконструкции Болезней Это Был Систик Фиброз С Систик Фиброз Фаундейшн В Вашингтоне Наверное Одна из Самых Интересных Таких Филантропических Организаций По болезням Поскольку Это Болезнь Ашкеназии Евреев У них Было Довольно Много Фондирования Всегда И Там Работали Хорошие Ученые И На самом Деле Эта Область Систик Фиброз Наверное Самая Изученная Системная Болезня В Штатах Мы С ними Работали В течение Наверное Четырех Или Пяти Лет В 2008 Году В общем Развивали Все наши Продукты Вы знаете Что случилось В 2008 Году Был большой Кризис Он коснулся И фармакомпаний Вот И тогда Мы занимались Во многом Как бы Продажами И нам Удалось Как бы Поднять Наш Оборот Вне Зависимости От Глобальной Рецессии Я покажу Еще несколько Слайдов Потому что Я считаю Это важно Они Очень сильно Отражают Современное Мнение По поводу Того Как изучать Болезни Программа Метамайнер Которая Началась С нашего Гранта С моего Гранта ВНИЧ Она пыталась Объять Необъятное И собрать Все Что Есть Ценного В литературе Мировой Литературе По болезням Собрать Пути Интеракции Что в них Правильно Что нет Что нарушает Болезнь Потом Собрать Все Маркеры Сейчас Они называются Варианты Тогда В основном Назывались СНИПС Как бы Нарушения На уровне ДНК РНК Или белка Которые Относятся К болезням В основном Из И дальше Мы собирали Просто Большие Датасеты Бигдейта Которые Относились К той или иной Болезни И это Была Большая Программа Она до сих пор Ведется В компании Томсен Рейтерс Но уже Меньше Конечно Мы Занимались Многими Основными Болезнями Несколько Типов Рака 11 типов Рака Потом У нас Была Астма СИОПД Металит Метаболические Болезни Диабет И так далее Были Несколько Болезней СИНС И нам Удалось Собрать Такие Реальные Индустриально Академические Партнерства 6 или 7 Основных Фармацетических Компаниях В этом деле Участвовали Навартис Астрозенека Джонсон Джонсон И Лайли И так далее И одни Из самых Ведущих Университетов И вот Эта программа Сама по себе Позволила Заработать Наверное Больше 20 миллионов Долларов За все Время Пребывания То есть Мы одновременно Занимались Тем Что Растили Свою базу Данных Узнавали Все больше И больше Применяли Это В проектах Консалтинговых И при этом Нам платили Участники Фармацетические Программы Компании Очень было интересно Это одно из применений Вам не нужно В общем Здесь ничего знать Просто Нервные цвета Зеленый и красный Это как мы Использовали Пути по болезням Для того Чтобы репозиционировать Лекарства В общем Зеленые Это там Где нету Метча А красные Это где Некие биологические Пути Некие патологии Они Ширятся Между Разными болезнями Разные Итеологии Когда нам удалось Собрать Этот массив Данных По болезненным Путям В метамайнере Мы достаточно Успешно Стали это Применять Для разных Аппликаций В частности Репозиционирования Как здесь Очень важно Продажи Конечно же И Наша Сейлз Тим Продажи Они 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 Усилились Последние Особенно Пару лет В 2008 В 2009 В 2009 В 2009 В 2009 Присоединились Еще два Очень Хороших И известных Продавца Оба PHD Ученые В прошлом Энди Хоп И Скотт Из Калифорнии Ну Мы подходим Наверное Уже к концу Истории В 2009 Году У нас Появилось Довольно Много Контрактов То есть Мы начали С компании Которая Занималась Продуктами И Базой Данных Потом Мы как бы Следовали Рынку Появилось Такое Окошко Возможность Для Более Наукоемких Контрактов И Первые Наши Кастумеры Были Тот же Навартис В двух Направлениях И Лайлили Дальше Это Выросло В такое Большое Направление Которым Я занимался Последние Пару лет Моя группа И После Продажи Джинга Томсон Рейтерс Также В 2010 Году Вышло Такое Действительно Фундаментальное Исследование Которое Проводило FDA В течение Многих Многих Лет FDA И еще Примерно 60 Научных Организаций По Нахождению Биомаркеров Которые Предсказывали Ответ На лекарства Либо Течение Болезней И Тогда Наша Концепция По Использованию Путей В качестве Биомаркеров Действительно Стала Довольно Популярной И В следующем Году В 2010 Томсон Рейтер В конце Года Нас Купил Буквально Пара Слайдов Которые Объясняют Чем мы Занимались В консалтинг Проектах Это важно Один из Типичных Проектов По Семантике Скажем так Компания Навартис Навартис Началась Как Конгломерация Из Двух Компаний Дальше Они прикупили Еще другие Бизнеси И оказалось Что у них Есть Несколько Сайтов Где они Проводят Драгскрининг У них Была Одна Большая Библиотека Соединений Которые Они Тестировали На Клеточных Линиях На Животных В Трех Сайтах И Исторически Эти Три Сайта Друг С Друг Не Разговаривали У них Были Разные Системы Для Репортинга Для Того Чтобы Запасать Эти Данные Для Того Чтобы Их Анализировать И Это Было Настолько Сложно Что Ученые Из Разных Трех Мест Не Могли Разговаривать Друг С Другом Компания Пыталась Начать Проекты По Интеграции Этих Баз Данных Четыре Раза И Четыре Раза Все Это Заканчивалось Ничем По Политическим Причинам Это Крайне Типично Для Больших Компаний Не Только Фармацевтических Томпсон Рейтерс Не Исключение Все В общем Определяется Какими-то Локальными Делами И Политикой В большей степени Чем Нужными Компаний Именно Поэтому Консультационные Проекты Так Популярны И Наверное Никогда Не Кончатся Для Больших Фармацевтических Компаний В частности В этом Случае Были Три Базы Данных Основанные На Разной Семантике Одно И Тоже Называлось Пятью Разными Словами Например Гены Белки Сей И так далее Договориться Друг с другом Они не могли Им приходилось Держать Специальный IT-отдел Который По крайней мере Мог писать Запросы Но к ним Обращались Редко Ну и Компания Как бы Решила Что Хватит С этим Жить И Сделали Правильное Решение Объявили Тендер И Наша Компания Джинго Выиграла Семантический Такой Проект Что мы Сделали Мы Посмотрели На все Сетом Антологий Терминологий Для начала И регистрации Эссеев Которые Мы стали Использовать И потом Имплементировали На всех Трех сайтах Это пример Из проектов Которыми Мы занимались Последние годы И это Моя История У всех У нас Разная история Джули Брайант Открыла Свою компанию Полтора года Назад Довольно успешно Называется Раньше Био Сенсис Она продолжает Заниматься Конституционным Бизнесом Татьяна Ушла Из Томпсон Рейтерс В 2011 Году У нее Есть лаборатория На физтехе И Компания По биомаркерам Рака Которыми Тоже занимается В основном В России Я Был В Томпсон Рейтерс До этого Года До января Когда они Переструктурировались И решили Что Хватит с меня Вот А у меня Была Интересная Очень Команда Сначала Четыре Человека Под конец Когда я уходил 20 человек Мы занимались Сервисами Это было Очень интересно Поэтому я Как бы задержался На два лишних года Мы сделали Более Сотни Наверное Проектов В основном Мы занимались Двумя вещами Семантикой Которую я только Показал Похожими Проектами И анализом Данных Мы анализировали В основном НГС Данные Секвенса Под конец Ну так же И другие данные Экспрессия Протеомика Для В общем Нахождения Биомаркеров Репозиционирования Лекарств И так далее И продолжали Наши коллаборации С учеными Было очень интересно Была достаточно Автономная группа В Сан-Диего Корпоративная Как бы Политика Не очень нас касалась До поры до времени Поэтому Было хорошо работать Сейчас Несколько Как бы Моих Ну не воспоминаний Скорее всего Наверное то Что я думаю По поводу компании Что мы сделали правильно И что нет Может кому-то Пригодиться Ну Во-первых Что мы сделали правильно Нам удалось Сделать уникальный продукт Мы не думали так Вначале Что он уникальный Прошло Кода три Наверное Пока мы выяснили Что у нас Оказывается Есть конкуренты Поначалу Мы просто не знали И знать не хотели Вот И Как казалось Этот продукт Можно сделать В определенном Месте и времени Его нельзя сделать Например В Америке Нельзя сделать В Европе Слишком дорого И люди Квалификации Которых необходима Биологи PHD уровня Кандидаты наук Просто не стали В этим заниматься В те времена Вот В Москве Это было возможно Это было возможно В Индии Таких баз данных Как наша По крайней мере По размеру Было Как я уже говорил Две У нас И в Индии И наша Была намного Чище И намного Лучше Структурирована И это Создало Очень высокий Барьер Для других Компаний Как бы Делать Тулы И делать Софт Для анализа Данных Могли Много Кто И несколько Таких Компаний Было сделано В частности Довольно Известная Компания Ариадна Тоже Основана Российскими Ребятами В Америке Но им Никогда Не удалось Создать Такой Базы Потому что Они опоздали Как бы С базой На несколько Лет Ну и потом Там нужно В общем Собрать Семантику Правильно С самого Начала Что нам Удалось Развитие В Москве Очень важно И очень важно Иметь Российских Биологов И Девелоперов Разным Причинам Во-первых Это было Относительно Дешево Сейчас уже Нет Во-вторых Откровенно Говоря Лучше Чем Наши Наверное Мало Кто Работает Это не Только Мое Мнение Мнение Довольно Многих Людей Особенно В Драй Биологии Системной Биологии Би Информатике Джули Брайан Например У нее Сейчас Другая Компания Она Работает С Российскими Девелоперами И Биологами Продавать Она Сама Прекрасно Умеет А Команда Она Считает Должна Быть Русская Ни Китайская Ни Американская Никакая Другая Следующая Вещь Нам Очень Повезло С По Продаже Продажи В общем Решают Все И Рынок Этот Глобальный Даже Для Небольшой Компании Которая Была У Нас Все Равно Все Продается В Америке В Европе В Японии И Немножко В Другой Азии Вот И Если Нет Туда Выхода В общем Что Делать Больше Нечего В России Рынка На Эти Продукты Не Было И Сейчас Нет Дальше То Чему Я Научился На самом Деле Компании Кемдиф Опять же Расскажу Немножко Про Эту Компанию Попозже То Что Нужно Заниматься Наукой Даже Если На это Очевидно Нет Денег И Опять Не очевидно Зачем Это Нужно В Таких Делах Продается Только Твои Публикации Твой Рейтинг И Как Тебя Оценивают Коллеги Зовут Тебя На Митинги На Встречи И Приглашают На Конференции Это Был Фокус Меня И Нашей Команды Как Ученых На Высоком Уровне Публикации На Получение Грантов И На Придумывание Какой Науки Опять же Гранты Американские Нам Очень Помогли Теперь Что Было Неправильно На самом деле Не Так Уж Много Ретроспективно Но Зато Серьезно Во-первых Мы Упустили Большую Такую Возможность Примерно В 2008 Году Сделаться Компанией Которая Занималась Персональной Медициной Наверное Знаете Компанию Foundation Medicine Очень Такая Распиаренная И хорошая Компания В Бостоне У них Маркет Кап Наверное Около Миллиарда Сейчас Они Занимают Себя Маркерами Для Рака В те 2008 Году Пожалуй У нас Была Лучшая База Для Этого И Наверное Мы Лучше Знали Что Делать И Как Частично И Сейчас Лучше Знаем Вот Это Относится К общему Пониманию Того Что Должны Делать Молодые Компании Особенно В сервисном Бизнесе Они Должны Себя Менять Считается Каждые Четыре Года Или Пять Если Ты Застываешь В том Что Ты Делаешь Скорее Всего Ты Проиграешь Потому Что Меняется Рынок Очень Быстро И Это Как Бо Такой Тонкий Баланс Потому Что Фокус Безумно Важен Но В то же Время Если Ты Сфокусирован Все Время И Не Смотришь Какие Дополнительные Возможности То Можешь Проиграть И Можешь Потерять Время Если Ты Потеряешь Время В общем Это То же Самое Что Ты Потерял Направление Ну На самом Деле Есть И За И Против За История Таких Компаний Как Например Инсайт Который В свое Время В начале 2000 Был Наверное Самой Известной Биоинформатической Компанией Компанией По Биг Дейта У них Были Продажи Больше 250 Миллионов В год На Базах Данных Сиквенсов Но Они Не Хотели Ничего Менять Их База Данных В течение Трех Лет Превратились В общем Ничто И Этот Бизнес Умер Вот Дальше Такая Получительная История Про Компании Которые Занимались Серо По Химии Медицинская Химия Большие Библиотеки Компаундов Лид Оптимизация Такие Вещи На Это Был Небольшой Но В общем Такой Живенький Сегмент В Серо Индустрии Это Наверное Начало 2000 Годов 2002 2003 Тогда Я работал В Кимдиве Поэтому Я знаю Немножко Эту Тему Несколько Из этих Компаний Были Публичные Торговались На бирже Неплохо Се Чувствовали Хватило Примерно Трех Или Четырех Лет Как бы Для этого Сегмента Умереть Когда Появились Китайцы Вот И Просто Демпинговыми Ценами И Селекцией Сервисов Которые Через Алибабу Например Может Продать Любую Молекулу Но Там Есть Свои Проблемы Но Тем Не Менее Вот Этот Сегмент Индустрии Он Просто Умер Компании Я Прекрасно Их Знаю Многие Из них Были В Калифорнии Просто В течение Двух Трех Лет Свернулись Большие Лей-офф И Просто Не Смогли Ничего Продолжить Частично Во многом Потому Что Не Хотели Ничего Менять С Другой Стороны Есть И Другие Примеры Наверное Самый Известный Опять же В том Чем Я Занимался Такая Компания Лайон Немецкая Компания Очень Известная Такое Любимое Дитя Нью-Йор Макта Когда у Нью-Йор Макт В начале 2000-х Годов Была Вполне Успешная Биоинформатическая Компания И вдруг Они Решили Что Нужно Им Заниматься Лекарствами Прикупили Компанию Которая Занималась Комбинаторной Химией Вот И В общем Не пошло Никак Потому Что Во-первых Немецкая Компания С Калифорнийской Обычно Не сочетаются Ни разу Во-вторых Если Ты понимаешь Биоинформатике Скорее всего Мало Понимаешь Химии И так далее То есть У них Были Все Фаундеры И Основатели Биоинформатике Не смогли Ничего Сделать Вот Ну и Наверное Хорошая История Это Кемдиф И Химрар Кемдиф Компания Которой Занималась Серо Сан-Диего В общем Им Было Тоже Тяжело Они До сих Пор Живы В отличие От Некоторых Других Компаний Вот Но Продажи У них Сильно Упали Из-за Китайцев Но В то же Время Поменялась Ситуация В России Началась Программа 2020 Вот И Ребята Которые Основали Обе Эти Компании Они В общем Чувствуют Себя Хорошо И Химрар Сейчас Одна Из Наверное Самых Интересных И Передовых Фармацевтических Компаниях В России То есть Это Один Из Примеров Когда Действительно Нужно Очень Здорово Смотреть Что Происходит И Не бояться Менять Себя Просто Кардинально Менять Следующая Ошибка Наиболее Болезненная Это Про Экзит Нам В общем Не стоило Абсолютно Продавать Компанию В 2010 Году Не было Необходимости Мы Зарабатывали Деньги И В общем Нормально Себя Вполне Чувствовали Вот И Мы Продали Ее Ну По разным Причинам Во многом Потому Что Мы Решили Что Томпсон Рейтерс Тот Самый Партнер С которым Жить Будет Очень Правильно И Это Действительно Было Так У них Было Около 40 Баз Данных Которые Мы Никогда Не Собрали Если Мы Получили Доступ К Этим Баз Данных И К И К Сервисным Бизнесом Один Из Них Был Например В персональной Медицине Мы Действительно Построили Лучшую В мире Компанию В персональной Медицине От Эду Абсолютно Когда Они Нас Покупали Были Разные Слова Например Что Вот Мы Вас Купим Дадим Вам Больше Денег Мы Совершенно Ничего Не Понимаем В вашем Бизнесе Что Абсолютная Правда Поэтому Мы Не Будем Трогать Это Все Ваше Плюс Вы Можете Сделать Спин Офф Из Наших Ресурсов Вот У нас Здесь Есть Venture Capital И Он Это Дело Спонсирует В общем Все Это Было Вот Ну и Потом Ты Никогда Не Один Когда Продается Компания Там Есть Целая Куча Эдвайзеров Есть Финансисты Есть McKinsey Консалтинг Все Что Угодно Вот И Все В общем В один Голос Говорят Как Это Здорово Как Классно Как Вы Ребята Молодцы Вот Ну В общем Это Дело Продали В общем Не так Плохо Получили Своих Денег Действительно Какое То Время Поработали В этой Компании Вот Но В общем Все Что Нам Говорили Было Просто Бронье 100% Не 99 100 Так Что Это Пожалуй Самый Наверное Такой Урок Который Я получил По жизни К сожалению Наверное Немножко Поздно Вот Следующая Вещь Это Тайминг Биотехнология Так Устроена Что Это Очень Спекулятивная Индустрия В 2010 Году Было Ясно Что Весь Наш Сегмент На Подъеме Нам Нужно Стоило Просто Подождать Два Или Лучше Три Года И Если Решили Продавать Это Было Бы Гораздо Лучше Вот И Что Нам Помогло Я думаю В этом Случа Нам Помогли Реально Хорошие Инвесторы Какие Виси Фонды Которых У нас Никогда Не Было Потому Что Они Знают Все Эти Вещи Лучше Они Знают И Они Очень Хорошие Негаши Этеры Они Просто Умеют Это Делать Лучше Есть Что Время У нас Сейчас Я бы Хотел Немножко Поговорить Про другое Про Джинго История Закончилась Я буду Рад Потом Ответить На Все Вопросы А сейчас Немножко Такая Более Теоретическая Часть Про Оценку Компаний И Как К всему Этому В конце Концов Относится Сколково Где я Сейчас Работаю Наш Сегмент Биоинформатика И Систем Биология Dry Lab Компании Обычно В нормальное Время Они Продаются Примерно Полтора Два Раза Продаж Не Больше Потому Что Это Не Лекарство За Этим Нет Такого Абсайта Это Чисто Сервисный Бизнес Вот И Рынок Он Достаточно Небольшой Если Продавать Фармацевтическим Компаниям Вот Но Иногда Случаются Такие Аберрации На рынке Вот Как Например Сейчас И Несколько Примеров Axelris Известная Публичная Компания Одна Из самых Больших Наверное Конгломераторов Биоинформатических Продуктов Продалась Французской Компании В этом Году За Примерно Пять Раз Продаж Стоила Наверное Два Раза Продаж Всего Два Года Назад Наш Основной Конкурент Компания Ingenuity В прошлом Году За 103 Миллиона Что Примерно Пять Раз Продаж В Тринадцатом Году Продаж Того Что Осталось От Джинга Было Пожалуй Больше Чем В Ingenuity Примерно Столько Мы Стоили Наверное Ну И Другой Пример Некая Компания Simulation Plus Которая В общем Много Лет Уже Занимается Такой Достаточно Тупиковой Вещью На мой Взгляд Кем Информатики Тем Не Менее Их Валюация Тоже Выросла Очень Значительно За Последние Пару Лет Теперь Как Оцениваются Компании В этой Области И Что Собственно Ждать Вы Наверное Будучи Экономистами Знаете Кто Это Такой Нобелевский Лауреат Его Зовут Юджин Фама Он Проработал В университете В Чикаго Наверное Всю Свою Жизнь Лет Сорок Один из Моих Профессоров Вот И он Известен Тем Что Был Самый Большой Пропонент Наверное И Во многом Изобрел Теорию Эффективных Рынков Эффишент Маркет Хайпотесис И Она Состоит В том Что Компания На рынке Их акция Должна Примерно Стоит Столько Сколько Можно От них Получить В течение Жизни Компании 20 лет Или 30 15 Зависит От Индустрии В общем Все Что Они Зарабатывают Вся Прибыль Которая Остается Дискаунт Бэк Сегодня И То Что Можно Получить От Того Что От Дивидендов От Продажи Этой Компании Вот И Как бы Эта Теория Основана На том Что Игроков На рынке Много Аналистов Много И Никто Не Может Обыграть Рынок В течение Долгого Времени И Эта Теория В чем То Во многом На самом Деле Верна Для Блитчип Компаний Для Таких Стандартах Устоявшихся Индустрий Она Не Работает Вообще Для Биотехнологии Работает Довольно Мало Для Фармацетической Индустрии И для Стартапов Не Работает Никак Во многом Потому Что Рынки Что Технология На самом Деле Непонятна Большинству Инвесторов И Драг Дискавери Это рулетка С шансами Примерно Один из 13 Новых Лекарств Которые проходят Через клинические Испытания Но в целом Считается Что Ценность Компании Чем бы она Не занималась Вот в этой Трубе Развитие Лекарств Вырастает Чем ближе Ты приближаешься К концу Третьей фазе Клинических Испытаний Успешных То есть Компании Которые Занимаются Биинформатикой Будут Где-то Вот Где-то В начале Вот И там Вот это Полтора-два Раза Вот А когда Компания Уже Имеет Свои Лекарства Тогда Она Может Стоить Во многие Разы Больше И Пример Того Где-то На самом деле Работает Опять же История Немножко Мне знакомая Потому что Я был в Компании Термоджан С этим Связанная Это Молекула Которая Называется Силибрекс Вот это Вот Это Кокс-2 Ингибитор Селективный Знаменитое Лекарство От боли В суставах Которая При определенной Концентрации Может вызывать Рак Поэтому Она давно Снесталась С производства А в свое время Это был Самый Наверное Мощный Блокбастер Который Сделали В Чикаго В компании Сёрл За эту компанию Сёрл купила Компания Монсанто Компанию Монсанто Компания Фармасия Компанию Фармасия Компания Файзер И Файзер Благополучно Все это дело Погубил Но тем не менее Когда эта молекула Была Вот только вышла Файзер Ее оценил Примерно В 25 миллиардов долларов Ту же самую молекулу Я тогда работал В Чикаго В маленькой компании Термоджен И Сёрлу Тогда нужно было Срочно произвести Эту молекулу И один из шагов Никак не получался Химически Плохо получался Мы занимались Микробами Поэтому у нас был Контракт От Сёрла Для того Чтобы сделать Вот один шаг Ферментативный Он не получился Но тем не менее Сёрл легко Он нам заплатил Миллион Просто вот За трёхнедельную работу Но попробовать Настолько цена Была молекула Вот Но в то же время Эти вещи нарушаются Крайне часто То есть Нельзя реально Предсказать Чего стоит компания Просто исходя Из того Чем она занимается Простой пример Две Раковые компании Примерно На одинаковой стадии Развития Клинические испытания Фаза 2 Они оба Обе компании Занимаются Противораковыми препаратами На самом деле Известного Но не до конца Известного Действия Компания Эйджиос Была основана В 2008 году Не так давно На основе Знаний О первом Секвенировании Раковых геномов Оказалось Что есть Парочка Ферментов Цикликрепса Которые ломаются В которых Часто случаются Мутации Во многих Типах Рака И Айджиос Очень быстро Сообразил Статьи вышли В 2007 году В 2008 У них уже была Компания И патенты Начальные На ингибиторы Этих двух Ферментов Вот И компания Написала Пару статей В Science Очень хороших Статей И сейчас Стоит примерно 2,5 миллиарда Хотя до выхода Этих лекарств До третьей фазы Еще много Много лет Вот другая Компания Называется Кливлен Биолэпс Тоже занимается Антираковыми Препаратами Основана В 2003 году Выходцами Из России Тоже Очень хорошая Интересная Наука Тоже статья В Science Вот Но при этом Они стоят В 100 раз Меньше Наверное 22 Где-то миллиона Долларов Примерно На такие же Продажи Вот И их Соединения На самом деле Более продвинуты В клинических Спаниях В фазе 2 Можно много Про это говорить Почему так Но вот Это просто Пример того Как две Очень похожие Компании Различаются В 100 раз По оценке Теперь Немножко Про венчурный Капитал Так уж Встроенная Индустрия Что без этого Не обойдешься Откуда Появляются Деньги На стартапы И на поддержку Таких Инновационных Проектов В целом От венчурной Индустрии Которая Обычно Устроена Довольно Сложно Несколько Раундов Финансирование Потом Выход Айпио Или продажа Компании Вот Так примерно Устроена Индустрия Это в мире В основном Венчурные фонды Находятся в штатах Примерно Треть от штатов В Европе Вот И как правильно Было сказано Многие из них В Англии Не в континентальной Европе Все остальное Включая Китай И Россию В общем Не очень-то заметно На этих столбиках Вот Дальше Зачем они это делают Зачем Венчур Капитал Вкладывает в биотехнологию Крайне рискованную Опять же Рулетка Ровно потому Что это спекулятивный рынок Когда получаются выходы Ценность компании Вырастает десятки раз Чего не случается С компаниями Типа Макдональдса Или Лукойл Поэтому Собственно Биотехнология Всегда представлена В портфелях Ведущих Венчурных Компаний В мире И Просто один пример Как это может Выстреливать Как в Элю компании Вырастает Ценность компании Вырастает Иногда в сотни раз Такая интересная Компания Интрексон В которую В последние Два года Было вложено Около 500 миллионов Венчурных денег Которая совершила IPO В этом году В общем Все остались довольны И все заработали Вот Компания В общем на мой взгляд Занимается Совершенно такими Простыми Тривиальными Домольными вещами Это вектора И системы Для экспрессии Генов Просто сейчас Время настолько Спекулятивное Примерно как В 99 году Почти Что продаются Слова Которых 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 Рынок Не понимает Например Биг Дейта Или в их Случае Синтетик Байоличи Вот Реально Это компания Которой По-моему Около 20 миллионов Где-то 32 миллиона Селс Но это Очень Немного Вот Просто Ребрендингом Позволило Так Настолько Увеличить Свою Ценность И это В общем Довольно Типично Когда происходит Такой Подъем Рынка Как Сейчас Одна Из моих Историй Наверное Из Тех же Времен Первая Компания Которую Мы основали В Шестером В Чикаго Еще давным Давно Она Занималась Компаративной Геномикой И секвенированием Мы Попали В очень Правильное Время Примерно Успели В течение Полугода Выйти на рынок Секвенированием Микробных Геномов Когда они Вдруг понадобились Большинству Больших Компаний Которые Делают Витамины И аминокислоты Просто Тогда Можно было Патентовать Секвенсы Сейчас Нельзя Вот Тогда Можно было И Каждая Из этих Компаний Старалась Сделать Клейм Быстрее Чем Конкуренты На Их Специальные Штаммы И мутации Которые В этих Штаммах Произошли И мы Закончили Тем Что мы Секвенировали Например Один и тот же Штамм Три раза Для трех Компаний И хранили Их В общем В трех Разных Компьютерах В общем Мы появились Крайне вовремя Подняли Много денег От немецких Венчурных Капиталистов В те времена Немцы решили Что Они тоже Хотят Чтобы у них Была такая Биржа Как Насдак У них появился Нью-Йор-март На интернет На биотек Который К сожалению Недолго прожил Но было Какое-то окошко Когда они давали денег В общем Любой компании Калифорнийской Просто вот так Не поднимая Технологию Нам они дали 15 миллионов И мы были На самом деле На IPO-трек И мы бы вышли В паблик Мы просто опоздали Немножко Наверное На 6 тех же месяцев Рынок рыхнул И мы остались В общем С нашим секвенированием На фоне Резкого падения Цен На секвенц Примерно На 90% В течение Следующего года В общем Была сложная Судьба Этой компании Сейчас она Пока жива Но совершенно Репозиционировалась Значит Почему Как бы так Почему Что-что-что-что Венчериндустрии За проблемы Это рискованный Бизнес И Венчерные фонды Вкладывают В основном Деньги В клинические испытания Не в ранние компании Несмотря на то Что это рулетка Все равно Вот И если посмотреть На венчерные Как бы Дилс На то Что они вкладывают В прошлом году Всего 9 Было Вложений Денег В ранние компании В технологические Это в штатах Это В общем По всей Индустрии Все остальное Было вложено В клинические испытания Вот И получается Такая штука Открываются Компании Компании В основном Начинаются В лабораториях Университетских Или в НИИ Как в случае России В основном У нас Новые проекты В Сколково Из НИИ Вот А дальше Начинается То что называется Долиной смерти То есть До венчерных Инвестиций В клинических Испытаниях Нужно еще дожить Много чего сделать И вот для этого Существуют Филантропические Организации Некоторые Университетские Фонды Хотя их немного И система Грантов СБР И здесь Я как бы Подхожу Наконец К тому Чем я занимаюсь Сейчас К Сколково У нас Вот эту роль Заполнение Как бы Долины смерти Между разработкой И тем Что Когда ее Можно продать На мировом рынке Есть система Грантов Сколковская Сколково Фоундейшн И на самом деле Она не маленькая То есть У нас Более двухсот Компаний Биотехнологических И выдано Около шестидесяти Уже грантов И Деньги До сих пор Есть На разные формы Метчинга И участия Ну пожалуй Все На этой Позитивной ноте Я бы хотел Закончить Спасибо большое Спасибо Спасибо за интересный Рассказ Как вы доказывали Свой эффективность Свои продукты Потому что он работает То есть У вас был Эмотационный продукт Вы что-то считали На основании Чего Рецидентов Не было А вам Был небольшие деньги Почему они вам верят В сервисную модель Для этого Мы собственно Работали с коллабораторами Писали статьи Вот Потом у нас были Свои как бы Ноу-хау Свои примеры Мы анализировали датасет Используя разные Публичные Как бы тулы И наш тул Ну вот так доказывали Поначалу конечно сложно Типичный вопрос А что вы такое Вообще есть Такая маленькая компания Завтра вас не будет Вам только доверься А потом Что мы будем делать С вашим софтом Его никто не будет развивать Вот Но это закончилось Реально тем Что практически Во всех фармакомпаниях Произошли Реструктурирование Это очень модно Вот И у нас было Очень много CV От этих ребят Собственно Которые нас спрашивали Это очень важно Да Но не она продавала Потому что Джулия Она не занималась Биологией Понимаете Сейлс Это такая вещь Технические сейлсы Они состоятся Разных вещей Первая безумно Важная вещь Это нетворк Вот это Джулия Конечно Да Во многом Особенно поначалу Вот Но дальше Технические продажи И здесь Джулия Уже ничего не могла сделать Здесь когда ты Продаешь их ученым И ученые В общем Против тебя А еще маленький вопрос Извините Как вы формулировали Продукты Вы шли от научных возможностей Которые Находили Или Анализировали Индустриальный запрос Кто А еще маленький вопрос В формулу продуктов Дал Висюще Или Маркетолог Знаете Это зависит С кем говоришь Просто Когда ты делаешь Техническую продажу Большого продукта Как база данных Или сервис Не продается Это одному человеку То есть Это организация В организации Есть начальники Которые скорее понимают Биг Пикчер Они Как бы маркетеры Отвечают за какую-то Определенную область Фармакомпании Дальше у них Технический совет Это В общем Твои внутренние Компетитеры Враги Биоинформатики В нашем случае И биологи Вот для них Всех Разная история Какие были условия Работали Джули Вначале С дефрацией И Чем они Отличались За условия Работали Вот этих Новых Сорбанч А как Ну Джули Она получала Конечно Комиссию С каждой продажи Какой Не скажу Не скажу Сколько Ну Скажем Чуть больше Десяти процентов Не важно Вот И У нее было Некое Эквити В компании Ну и она Получала Там По часам Когда Было Чем ей платить Вот Это довольно Типично Для Для Продавцов Такого уровня Типично Это то есть Условия Татрата Обычно Да Люди Которые Присоединяются Дальше Естественно Такого Не получают И Стандартная Вещь С Продавцами Я думаю Что В любой Сервисной Области Техническими Продавцами Это есть Какой Бейс Обычно Очень Высокий Дальше Есть Комиссия Ну Собственно И все Бывают Какие-то Бонусы За определенные Проекты Свет Свет Конечно Свет Я не слышу Извините Как Ваши Ваши Компании Когда Вывали Гранты Это Один Вопрос Второй Вопрос Могут ли Получить Ваши Компании Ваши Компании То есть А то же Здесь Возможно Есть Компания Российская Получить Компании 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 Но У нее Существует Доля Государственного Через День Понятно Значит Первый Вопрос Простой Никакого Размывания Не происходит Грант Есть Грант Тебе просто Дают Деньги На Какие-то Какие-то Исследования Которые Там Заявляешь Вот И государство Не получает Ничего Кроме Отчетов Ну Если Это Софт Этот Софт В общем Должен Быть Доставлен На Эт Это Все Второй Вопрос Сложнее Менялись Правила В Сбр Довольно Часто Сейчас Насколько Я знаю Компания Может Получать Гранты Если Она Владеется Но Основные Владельцы Должны Быть Либо Американцы Либо Люди С Гринкарт Можно Если Есть Венчурный Капитал Если Даже Он Владеет Большинством Компаний Российские Например Американские Это Я не знаю Надо посмотреть Я давно Этим Не занимался Иностранцы Владеть Могут Но Опять же Должна Быть Гринкарта В общем Как-то Это Довольно Сложно Сейчас Я не знаю Сейчас Я не могу Это Дело Поменять Под Санкции Под Новую Геополитику Наши Гранты Сколковские Они На самом деле Похожи Во многом На Американские Там Нет Никакого Размывания В общем Сколково Не получает Ничего Кроме Отчетов Ну И Смысл Занять Больше Как бы Работников На Сколково Жен生 Можно сказать Что Вашей бизнесе Самое Бажное Стоит Один Бажа Дан А Если И Естественная Доступная Дан Когда Видит Кто Довольно Последует Довольно 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 Будет Довольно 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 А потом Всымается На Номер В И Стоит Как ситуация существования больших воздатных, на сферах, в городе, в городе, в городе, в городе, в городе и в городе? Нам не приезжать к этим частным бизнесам? Как вообще, как вагон построить при наличии частных воздатных свой частный бизнес, на своих родственных? Сложно очень. На самом деле, это редко, когда можно что-то продать вообще из софта любого биологического, потому что продается биоинформатикам, биоинформатики для того и сидят в компании, чтобы ничего не покупать и самим писать скрипты. И вот ровно это они и говорят. Смотрите, баз данных навалом, там сотни тысячи. Вот мы с них разберемся, напишем и все вам сделаем. Это принципиально сложно. Ну и сделать уникальный продукт тоже сложно. Если действительно делается что-то уникальное, как в нашем случае, и вот таки можно продать. Наш, например, питч был информатиком в том, что мы, конечно, понимаем, вы все здесь сидите и молодцы. Вот. И знаете лучше нас все. Вот. Но когда вы пишете свои скрипты, вы можете писать к нашей базе, во-первых. А во-вторых, мы можем скрипты, которые уже опубликованы, улучшить. Вот. Чтобы они работали быстрее. А вам же не это нужно. Вам нужно данные анализировать свои. И как-то это вот проходило. Но вообще продажи на этом рынке очень сложны. Именно потому, что много всего. Вот. И многие не понимают, в чем разница. Объяснить, в чем разница, очень сложно. Вот. Но и ты продаешь своим конкурентам реально. Потому что везде гайдкиперы в информатике. Вот. Сложно. А что все-таки получили ваши первые клиенты? У вас бизнесмен какой-то, у Мерк? Кто-то измельчает, что вы получили? Ну, русский бизнесмен получил, что хотел. Он хотел узнать, как работает зависимость алкоголя. И что с этим можно сделать. Какие лекарства могут помочь и как. Вот. А Мерк получил некую базу данных, которые необходимы любой фармакомпании. Зачем? Ну, для того, чтобы их в информатике, например, знали, куда засунуть в микроарей, чтобы получить некий отчет. Чтобы сдать начальнику. Как-то так. Ну, в целом, если вот, как бы, что продается? Продается, естественно, то, что вот они будут делать лекарства быстрее и дешевле. Вот. Что лидерально покупают, это некое удобство для работы в их собственной маленькой группе, в собственном маленьком мире. Больше их мало, что интересует. Еще раз расскажу. У вас во всех слайдах, скажем, одна даже картинка, из серопарма, в принципе, топ-7. Все заканчивается этим топом. Говорили про нетворкинг. Нетворкинг заканчивается, в конце концов, в этих пяти-семи компаниях. Фактически, ну, не так много. И, соответственно, вопрос тогда, почему сразу мы начали работать, да? Там есть, в чем сложности. И второй вопрос, это у всей компании сейчас основная проблема – это молекул. Какое слово молекул? Потому что заканчивается действие последних патентов под баскетом. И молекул нет. Соответственно, те новые компании, которые пытаются выйти, да, это продажи практически какой-то морекул сразу на финал. Вот, соответственно, какую стратегию выбрала в этом плане на себя Сколково? Так, вот это… Сколково? Причем Сколково? Ну, потому что, я так понимаю, скатывание той или иной компании, естественно, задача – это экзит. А экзит опять заканчивается на этими пяти или семи компаниями. К сожалению, не может быть, что это поменяется. Поэтому, какая-то стратегия в связи с этим есть вот у Сколково? Да, вот… Знаете, по-моему, здесь 10 вопросов, я про них могу отвечать там часов пять с удовольствием. Вот, дайте сначала, да, вот, насчет Джинго, да? Я так понимаю, что вы начали про наши слайды. Давайте я про них скажу, нет? То есть, все слайды в конце идет фарм, да? Там, например, либо сануфри, либо по пальцам можно сочетать. Там можно было сразу начинать, но мы с ними старались. Давайте сначала с кому продавали, да? У нас было больше пяти тысяч аккаунтов в целом, и большинство из них, наверное, четыре с половиной, это были академики. Я их просто здесь не нарисовал, потому что, как бы, все академики составляют примерно 25%, 75%, да, составляют, как бы фармацевтические компании. Конечно, ни 5, ни 7, я бы сказал, их, наверное, 50, вот, но действительно, в больших компаниях они просто платят больше, у них бюджет на это больше. Но каждая фармакомпания, это примерно, я бы сказал, наверное, там, 300 человек, которые что-то значат, вот, и которые могут быть распиханы по 20 группам. Эти группы переструктурируются каждый год легко, иногда два раза в год. Надо знать, кто куда пошел, где какой бюджет, что поменялось. Вот сейчас, например, я уже мало что знаю, что было год назад, потому что я сейчас ничего не продаю в последний год. Вот, и в этом, вот, как бы, суть вот этих продавцов. Они должны очень точно знать, кто куда переходит. Вот, и у Джулии Брайан, например, база данных примерно 25-30 тысяч имен, из которых она знает лично, наверное, половину. Вот, такого уровня нетворкинга. Вот, у хороших продавцов, наверное, там раз в 5 меньше, но все равно довольно много и достаточно. И большая часть времени уходит именно на нетворкинг. Так, теперь, кому продавать? В каждой фармакомпании таки есть, да, сейчас некий бизнес-офис, который занимается поиском проектов по всему миру, потому что каждая компания аутсорсит все больше и больше. И там есть специалисты совершенно по разным областям. Есть люди, которые покупают технологию, есть люди, которые занимаются биоинформатикой, есть, естественно, те, которые хорошо оценивают рынки отдельных полезней и лекарств, которые это все дело покупают. да, их надо знать, в общем, их все знают. ну попробуйте сходить, вы пробовали? во-первых, на что вы молекулы свои разработаете, денег надо. Вот, в России, как мы знаем, не то, что очень много венчурного капитала, вот, и в ранней стадии мало кто вкладывает денег, кроме Сколковой и других институтов развития, у которых, наверное, денег еще меньше, чем у Сколковой, ничего здесь нет. И это счастье, что это есть. Вот, когда у нас была компания Джинга, не было вообще ничего, кроме налоговой. Налоговой всегда было. Вот, так что вот за этим нужно Сколково. Не для того, чтобы был экзит или лучше или хуже, а просто ничего другого нет. Сколково дает, в общем, большое преимущество. И деньги, и потом наш собственный нетворк. Вот, этих людей из разных компаний, в общем, кого-то мы знаем, кого-то знают, друзья, знакомые, наши менеджеры, которые занимаются определенными областями, они просто очень здорово пронетворканы и здесь, и за рубежом. То есть, это очень полезный ресурс. Кроме того, есть у нас менторы, которые могут работать с компаниями, вы присоединяете их нетворк, если они выберут компанию работать с ними, ну и так далее. То есть, Сколково довольно большой ассет, но нетворкинг тоже. Ну и в конце концов, мы этим не занимаемся, это не наша работа вовсе, но мы можем, как бы, помочь определить, чего стоит компания, вот, и кто поможет ее снегоширировать, если что, если экс.